Как мы можем научиться отстраивать компрессию на уровне голосовых связок? Связки внутри, их не видно, не слышно. Для наглядности возьмем руки. Они будут у нас условно изображать голосовые связки. Так вот, голосовые связки находятся здесь. Вот так они смыкаются. Вот мои руки будут их условно изображать. Первая штука. Мы берем с тобой звук с придыханием, шепотом. Эй! В этот момент на уровне голосовых связок у нас проходит достаточно большое количество воздуха. Эй! Вот так схематично мы их изображаем с достаточно большой щелью внутри. Эй! Эй! О-о-о-о! Далее, если мы попадаем в полностью сомкнутый звук. И, И, Э, А, то голосовые связки уже не образуют чель, они равномерно, симметрично прилегают к друг другу и не напрягаются при этом. И, Э, А. В этом случае в голосе не будет уже слышно шепота или придыхание, и также не будет напряжения. Чувствуешь, голос не сдавленный такой, а он свободный. Э, И, А. Теперь я И, Нажимаю на смыкание немного сильнее. Чувствуешь? И, И. А, 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 Э, Э. В данном случае руки могут нам помочь запомнить это ощущение внутреннее разной степени компрессии разных режимов грубо говоря смыкания. В работе со своими студентами я замечаю, что вот такой наглядный пример, как руки, помогает лучше как бы глубже увязать ощущение звука, физическое ощущение и в целом понимание процесса. Я вижу, что поработав таким образом, люди лучше чувствуют, что у них происходит на уровне смыкания голосовых связок. У разных голосов по этой части есть разные привычки. Чей-то голос имеет тенденцию к тому, чтобы расходиться, кто-то наоборот перенапрягается, но суть в том, что если мы вот так по переключаемся, попробуем за этим вот так последить супер 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 наглядно и потренироваться, будет гораздо проще чувствовать этот реально тонкий деликатный момент работы голосовых связок и будет проще получить тот результат в голосе, который ты хочешь.